Друзья, приветствую всех! Сегодня с нами офицер запаса израильской армии обороны, писатель, историк, общественный деятель Григорий Тамар. Будем обсуждать события последних дней часов. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, рад вас видеть. Я тоже. Напоминаю всем нашим зрителям, что ваша поддержка, ваши комментарии к этому интервью для нас будут большой радостью. Итак, начну со вчерашних белгородских событий. Вы как человек опытный, возможно, у вас есть какое-то свое мнение, потому что, честно говоря, к этому моменту ничего не понятно, что произошло. Российская пропаганда говорит о том, что разбился, значит, Ил-76 российский, в котором якобы были пленные. Они даже запрашивали на эту тему какие-то там ООН-заседания. Но, судя по кадрам, которые они предоставили в первые часы, ну, если бы там было столько людей, и они разбились, мы бы видели, наверное, на поле какие-то тела или еще что-то. Но ничего нет. Но самое главное, что заметил один из экспертов, это то, что они утверждают, что там самолет был сбит. Сбит он на расстоянии 50 километров от границы, мог быть только патриотами, да, потому что у нас, ну, ничего другого нет, то, что стреляют так далеко. Но, как говорят эксперты, все эти обломки были изрешечены, так сказать, что означает поражение ракеты с осколочной боеголовкой типа Бука, а не патриот, да. Поэтому есть предположение, что россияне сами сбили этот самолет. Вот что вы думаете? Ну, во-первых, мне известно, не из источников, так сказать, информационных, что в этот день, да, готовился обмен, и что он не состоялся. Теперь мы понимаем, что самолет был сбит российскими системами ПВО, потому что любое другое объяснение ситуация, он не выдерживает технической критики событий. Возникает очень много вопросов. Ну, например, может быть, Россия хотела таким образом сорвать обмен. Теперь необнаруженные тела тоже хороший вопрос. А может быть, специально был сбит самолет только с экипажем, а пленные находились в совершенно другом месте. И у меня возникло некоторое несоответствие количеству заявленных пленных и количеству охраны, которая находилась в самолете. Потому что то, что я слышал, помимо экипажа, там находилось 60 военнопленных и 3 конвоира. Ну, я подозреваю, что 60 военнопленных просто перебили бы трех конвоиров и захватили бы этот самолет. Ну, то есть количество конвоиров, оно не соответствует. В общем, вопросов очень много. Ну, вы знаете, Россия – это такое государство, что там ни один самолет так просто не падает. Там то упадет самолет в нем, польское правительство, то собьет какой-то террорист, пассажирский самолет. Там за каждой трагедией, связанной с падением самолета, стоит какая-то игра спецслужб. Там же ничего просто так не происходит. Ну, во всех странах трагедия, трагедия бывает. вот. Ну, по поводу того, что только Патриот может из ваших видов вооружения достичь такого расстояния, я тут не совсем согласен. Есть еще один вид вооружения, который мог бы на такой дистанции поражать воздушные цели ТФ-16. И события, которые произошли несколькими днями ранее над Азовским морем, дают мне почву для размышления, что, возможно, этот вид вооружения уже находится в вашем арсенале. Потому что иными причинами я не могу объяснить падение российского самолета. Ну, это летный штаб, такой штаб на крыльях, по сути. Самолеты, обладающие колоссальными возможностями с точки зрения обнаружения, наблюдения, связи, координации. То есть тут есть два варианта. Либо мы должны признать, как аксиому, что российские зенитчики это абсолютно криворукие дебилы, что мне очень трудно допустить, потому что все-таки системы ПВО не могут обслуживаться, ну, вот такими военнослужащими. Либо этот самолет был сбит платформой F-16, оснащенной самым современным вооружением и направляемой со спутника, прошу прощения. Ну, вот как-то так. Это из моих скромных знаний в области летного мира. Григорий, ты же помнишь, что Боинг норвежский был в свое время сбит криворукими дебилами, которые не совсем понимали, что они сбивают. дебилами это правда, это правда, но понимаете, ну, вот как-то, ну, я все время, понимаете, я все время, когда вот российские вооруженные силы рассматриваю, я все время все-таки, ну, мне вот такое, как профессионал, профессионалам, да, желание дать им какой-то кредит, как бы, профессионализма. может быть, я не прав в этом. Кстати, одному из криворуких дебилов сегодня дали 4 года, и меня это ужасно огорчает, потому что я бы хотела все-таки, чтобы ему давали срок в ГАГе, а не в российской тюрьме. Это я имею в виду... Тут про Стрелкова? Да. Именно про него. У меня... Какие мягкие знакомы в Российской Федерации, я думаю, его оставляют. У меня к этому человеку особый сантимент, в кавычках, когда я писала книгу про аннексию Крыма, я понимала, что именно благодаря ему в том числе очень много тяжелого случилось в Украине, начиная от, так сказать, того, что он ввел террористов во время Майдана, заканчивая тем, что он творил на востоке страны и так далее. Поэтому я бы очень хотелось, чтобы он получил международный суд и там пожизненно или еще что-нибудь. Но мне кажется, что его задумали, как вы думаете, просто ликвидировали, потому что все, кто с ним был раньше, они уже все ликвидированы тем или иным образом. Вот. Все его, так сказать, подельнички в основном. Могут его грохнуть где-нибудь на этапе, как вы считаете? Конечно. 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 Это такая же традиция российская, как падение самолетов при таинственных обстоятельствах. Это нормально. Ну да. Они же не допустили. Мы же просим, чтобы нас допустили на место. Но они нас не допускают. Но, собственно говоря, они никогда этого не делали. И когда упал самолет с польским правительством, и когда Бог упал. Ну, в общем, тут все понятно. Хочу перейти к израильским новостям. И в прошлой неделе тоже для вас была очень тяжелой для Израиля. Вот гибель этих ребят, 21, да, молодые люди. Я смотрела фотографии. Это ужасно, конечно. Столько жизней. И молодых, что... Ну, я читала про то, что произошло, 600 метров от границы, минирование зданий для разрушения, зачистка приграничной полосы. Ну, может быть, вы знаете какие-то подробности. Как случилось, что они взорвались? Ну, тут, конечно, еще рано делать окончательные выводы. Да и, собственно, никто их не делает. Ну, давайте я поделюсь той информацией, которая вот у нас обсуждается сейчас. Ну, во-первых, израильское общество узнало о том, что происходит зачистка территории для оборудования полосы обеспечения в результате этой трагедии. Потому что это не афишировалось с генеральным штабом каких-то информаций. Я тут хочу пояснить некий момент, который трудно, может быть, воспринять людям, которые живут в Европе, а Украина – это часть Европы, как мы с вами знаем. Мы же хотим продемонстрировать арабскому миру и Хамасу в первую очередь, что они проиграют эту войну. У арабов понятие проигрыш в войне очень четко ассоциируется с понятием потери территории. У нашего правительства, по крайней мере, на уровне официальной декларации и у большинства израильского народа нету стремления к реоккупации сектора газа. Соответственно, понятие потери территории, вот оборудование полосы обеспечения может быть тем, той формы потери территории, которая будет воспринята арабским миром, как фактор проигрыша Хамаса в этой войне. Я хочу тут привести пример, так сказать, доказательства теоремы от противного. Вот была война судного дня в 73-м году. В результате которой египетская и сирийская армия были просто в конечном итоге разорваны в клочья. Вместе с советскими военнослужащими и советниками на Синайском полуострове была дислоцирована дивизия ПВО советская, потому что мы понимали с вами, да, помимо летчиков, танкистов и так далее. Но в результате мирных переговоров, которые последовали, исследовали. Израиль и Египет заключили мир, и Израиль вернул Египту Синайский полуостров, который был ранее в 67-м году оккупирован Израилем. Так вот, тот факт, что египетские войска были разбиты на голову в Синайской пустыне, египтяне забыли. И у них в Каире есть музей посвященный победе египетской армии в воене судного дня. Почему? Потому что в итоге территория-то осталась за ними, и у них ощущение, что они победили. Я, кстати, считаю, что мир с Египтом это важнейшее достижение израильской дипломатии, это очень важное дело, и хорошо, что он есть, но вот в отношении с Хамасом ситуация иная, да, то есть они должны осознать, что они проиграли эту войну. Так вот, вернемся к конкретным событиям, которые произошли. в расстоянии 600 метров от границы находился комплекс зданий, который являлся штабом и базой тренировочной Хамаса, а именно вот этого спецподразделения бригады спецназа, которая и заходила 7 октября на территорию Израиля. Было принято решение уничтожить этот комплекс зданий, и для уничтожения решили применить обширное минирование. Те 19 военнослужащих, которые погибли, они занимались минированием этих двух зданий, а неподалеку находился танк, который занимался боевым охранением этой группы. Подошла небольшая группа террористов, которые произвели последовательно два выстрела из гранатомета. И вот первый выстрел из гранатомета по зданию, по несчастливой случайности для нас, привел к детонированию тех взрывчатых веществ, которые закладывались как взрывчатки. В результате погремел страшный взрыв, эти два здания рухнули, и вот эти 19 военнослужащих погибли под обломками этих зданий. После чего танк, который находился в боевом охранении, заметив террористов, предпринял попытку нанести по ним выстрелы. И в тот момент, когда он разворачивал башню для того, чтобы выстрел произвести, второй террорист нанес по нему удар из гранатомета, и этот танк был уничтожен, погибли еще два военнослужащих. Впоследствии, впоследствии, то есть у меня сразу возник вопрос, почему этот танк находился без активной защиты ветровка Мейл-РОХ, который дает 99-процентную гарантию защиты танка. Единственное, когда ее можно обмануть, это когда выстрел наносится практически в упор из гранатомета сверх малой дистанции, что, как правило, приводит к гибели или к ранению гранатометчика, который стреляет. И я сразу подумал, а почему этот танк... И у меня первая мысль, которая была, наверное, из-за того, что этот танк использовался не для ударных действий, как для боевого охранения. Видимо, это была усталевшая вторая Меркова, поэтому не была оснащена. Но тут сейчас появилась информация, что вроде бы получается, что из четырех членов экипажа двое находились не в танке, а сидели на броне. И тогда это грубое нарушение устава. вот сейчас расследуются, выясняются все мельчайшие подробности, пока что нет окончательного отчета генерального штаба, что у нас все открыто, у нас моментально все это становится в режиме гласных. не так смешно, знаете, на каналах, там, они пишут, что вот, там, Израиль уже потерял 300 танков, и все эти разговоры про 200 погибших, это они уже 20 тысяч потеряли, там, слушайте, у нас, если там погибает солдат, там, моментально, ну, все же друг друга знают, в стране 10 миллионов населения, это верно, но 2 миллиона это арабы, граждане Израиля, если мы выносим за скобки, остается 7,5 миллионов, но это как большой город, то есть, по большому счету все друг друга знают, отношения между людьми намного там ближе, чем в Европе, то есть, такие как бы родственные в большой степени, поэтому, утаить ничего невозможно, да и нету этой национальной традиции, нету это государственной традиции, все наоборот, наизнанку, на показ, может быть, даже сверх меры, но такие уж мы люди, ничего не поделаешь, нас уже, наверное, менять поздно за 4 тысячи лет. Так вот, ведется следствие, ведется разбор полетов, будут сделаны выводы, естественно, ну, вот, на сегодняшний день погибло 221 военнослужащий, вот, на данную минуту, насколько мне известно. А вот, что касается потерь бронетехники, то это пока что не оглашается, потери, конечно, есть, имеются, они не оглашаются, но никаких, конечно, сотнях единиц там речи не идет, я примерно понимаю, сколько бронетехники мы потеряли, ну, просто потому что, когда человек погибает, и публикуется не только его имя, но и воинское звание, и род войск, и часть. И по количеству танкистов, вот, из этих двухсот там, человек, я понимаю, примерно, сколько единиц бронетехники потерь. Вот, ну, я не буду сейчас это озвучивать, во-первых, потому что это секретная информация, во-вторых, потому что это мое допущение. Ну, в любом случае, это не те цифры, которые говорят россияне, а почему это такая еще неразбериха присутствует, вот как раз из-за этой системы ветровка защитная, потому что доблестные воины Хамаса, как они делают? Они, значит, делают съемки, вот подкрадывается террорист, стреляет в танк, происходит взрыв, и дальше нету съемки. Ну, и ощущение, что танк взорван. На самом деле это не танк взорван, а сработала вот эта вот активная защита, в результате чего взрыв произошел, только танк не поврежден. Взорвался боеприпас, которым стреляли в танк. Кстати, более прочим, Израиль в эту войну, применил несколько новинок абсолютных, и вот бронетранспортер очень интересный, впервые применен в боевых условиях, его не планировали так рано спускать, он, в общем, где-то, может быть, еще не доведен до ума окончательно, но из-за того, что началась война, решили его проверить в боевых условиях, он предвзошел все ожидания, просто прекрасный бронетранспортер, интересно, называется он Эйтан, это в переводе на русский называется, ну, если перевести, стойкий или сильный, что интересно, он колесный, тяжелый колесный бронетранспортер, почему, в чем преимущество, очень высокий клиренс, то есть расстояние от земли до корпуса, что позволяет снизить вероятность повреждения миной, точно так же, как и использование колеса, не гусениц, идеальный бронетранспортер, тяжелый для использования в городских условиях, 13 человек он на себя берет, 3 человека экипаж, 10 человек десант, может нести пушечное вооружение, но в газе не применяется пушечное вооружение, потому что нет необходимости там стоять тяжелые пулеметы, хотя может оснащаться пушечами, вот, и пока что блестящие результаты вот его применения, хорошо показывает себя при наезде на взрывные устройства, они его не берут, вот, так что, и проходимость очень хорошая, что вот тоже важно, ну, вот такие вот у нас новости. По заложникам, тут американские СМИ пишут, и не только они пишут о том, что Хамас, якобы, готов к переговорам по обмену заложников, женщин и детей, только женщин и детей, хотя там много военных, как мы знаем, в обмен на продолжительное затишье, это вот войск из некоторых районов Газы, но, как пишут они же, большинство израильтян наступает против такой сделки по освобождению заложников на полное прекращение войны. Что вам об этом? Нет, вот, если бы вот такое предложение было, то израильтяне его немедленно бы подписали. Немедленно. Они требуют другое немножко. Они согласны отпустить всех заложников в обмен на освобождение нескольких тысяч палестинских заключенных и на полное прекращение боевых действий, окончательное, под международные гарантии. И вот на это Израиль пойти не готов. То есть, Израиль готов пойти на месяц, на два даже месяца прекращения боевых действий с последующим возобновлением. Вот. Поэтому договориться не могут на этот счет пока. И я подозреваю, что единственной формой давления в этом переговорном процессе может являться интенсивное воздействие военное на ХАМАЗ тем, чтобы просто уничтожить его верхушку физически. Иначе, я думаю, что невозможно будет добиться освобождения наших людей. Кстати говоря, об общественных организациях и лицемерии вообще. Красный Крест фактически приравнял похищение похищенных ХАМАСом израильтян к террористам ХАМАСа в израильских тюрьмах. Он сказал, я прям цитирую, «Ни ХАМАС, ни Израиль не позволяют нам совершать эти визиты к заложникам и террористам, и это противоречит норме», заявил глава ближневосточного управления «Фабриция Карбони». Вы знаете, для меня это очень странно, потому что в мою бытность службы в армии эти представители Красного Креста шастали к нам туда, вот в эти тюрьмы, где мы охраняли палестинских заключенных, террористов. Ну, как себе домой просто. Я не слышал, чтобы там что-то изменилось в этом отношении. Может быть, сейчас из-за того, что Красный Крест не просто как бы не делает ничего, а он сотрудничает с ХАМАСом против Израиля. Может быть, Израиль как-то ограничил их действия в наших тюрьмах, ну, как ответный такой акт. Но, вообще-то, раньше такого не было. И я хочу вам сказать, вообще, вот мы сейчас говорим там, что вот там заложники ХАМАС удерживают. Мы как-то забываем, что вообще-то ХАМАС много-много лет удерживает. Я уже даже сейчас не помню то ли двух, то ли трех израильских граждан, и все попытки их освободить, ну, они не увенчались успехом. Один — это израильтянин, еврей эфиопского происхождения. Один, если я не ошибаюсь, араб, который... И оба эти человека, они душевно больные, и они случайно... Нет, это как бы трагедия их. Они случайно, один, по-моему, вплавь, другой через забор, они туда пробрались, и ХАМАС их взял. То есть представьте себе, несчастные, больные люди, психически больные. ХАМАС их удерживает. Они их даже сейчас уже забыли. Хотя Израиль долгое время за них там бился, боролся, чтобы как-то там обвинять что-то. То есть сейчас это уже... Какой красный... О чем мы говорим? То есть психически больных людей, двух несчастных, которые там как-то оказались в прошибке, удерживают террористы. Об этом... Ну, какой красный крест? Ну, кто-то что-то пальцем пошевелил. Да это просто... Какие там двойные стандарты? Какое лицемерие? Это просто звериный зоологический антисемитизм. Просто мерзавцев, которые получили козявочное образование в европейских вузах на марксистских кафедрах и впитали там ненависть к Израилю, к сионизму, к евреям. Ну, вот только и всего. А все это еще подмаслено катарскими и иранскими деньгами. Между тем, в Москве или вчера или сегодня, я уже, честно говоря, не помню, торжественно приняли хуситов в Кремле, как всегда. До этого, мы знаем, принимали Хамас, принимали Иран. Вот там иранский министр был недавно и так далее. А кризис в Красном море, ну, как говорят некоторые эксперты, уже представляют новую угрозу мировой торговли. Он привел к увеличению расходов на морские перевозки на 300%. Вот так говорят эксперты. И об этом конкретно сообщила испанская компания по страхованию кредитных операций. И, собственно говоря, конца экрана пока этому всему не видно. Вот как вы оцениваете сегодня возможность там локализовать всю эту историю? Мне удивительно, что вот в Москве все-таки идут на полумеры. Вот они не могут до конца. Ну, вот приняли хуситов, взяли бы по старой доброй традиции. Ну, вот когда-то Насару дали звезду Героя Советского Союза. Ну, взяли бы и дали там главарю хуситов Героя Советского Союза. Например, Герой России, хусит. Ну, что вам сказать? В военном отношении это вообще не тема. Ну, темы нет. В военном отношении этот вопрос лишается за две недели. Значит, три вещи надо сделать. Это, знаете, если в 17-м веке, в 18-м веке смогли победить пиратство, то уж сегодня это полностью перерезать все линии снабжения хуситов, которые получают снабжение из Ирана. То есть те транспортные средства, корабли, самолеты, которые из Ирана доставляют хуситам боеприпасы, медикаменты, продукты питания, оружие, амуницию и так далее, просто должны уничтожаться. Это первое. Второе. Постоянные бесконечные удары с воздуха и с моря по инфраструктуре хуситов. Если хуситы могут совершать вертолетные атаки, если хуситы используют скоростные катера, если хуситы используют баллистические ракеты против Израиля, эти ракеты где-то находятся, эти катера от каких-то причалов отчаливают, эти вертолеты на каких-то площадках садятся и обслуживаются. То есть это уничтожается. И третье. Ну, смотрите. На каждый торговый корабль, который следует вдоль побережья, помещается отделение десантников, американских, английских, французских. Десяток человек, допустим. При попытке штурма или абордажа этого корабля группа террористов просто уничтожает. А если 10 десантников не в состоянии уничтожить группу террористов, я бы задал вопрос о квалификации этих десантников. Ну, смотрите, Григорий. Все те представители, так сказать, всех этих скотов коллективных, они шастают в Москву как себе домой. Между тем, сегодня Блумберг опубликовал расследование о том, что Россия, вопреки с санкциям, закупила на Западе чипов на 1 миллиард долларов. Знаете, хочется, как в старом советском анекдоте, сказать, мальчик, ну не твою мать. Ну, собственно, это же происходит. Это же огромная сумма, огромные поставки. В их числе есть и американские компании частные. Тут прям есть большое перечисление, большой список в этом расследовании. Я не буду повторять, кто хочет, может зайти почитать на Блумберг. Я понимаю, что приватная компания, у них свои интересы, что это не позиция государства. Но американское государство или любое европейское государство, если хочет, очень даже может сильно прекратить все эти, так сказать, все это самодеятельности, если им очень надо. Вот вам не кажется? Послушайте, эту войну вообще, вашу, нашу, все это можно было бы прекратить за несколько дней. Просто определив цены на нефть ниже 40 долларов за баррель, что являлось бы экономическим коллапсом в Российской Федерации и равно, на этом бы все закончилось. Если бы Запад ставил перед собой такие задачи, если бы это было важно для Запада, прежде всего для США, это было бы сделано. Но по каким-то причинам они не считают, что это в приоритетных интересах. Ну, мы очень надеемся, очень рассчитываем. Мы видим, что Европа активизировалась. И, возможно, ну хотя бы большую часть у них смогут закрыть ту дыру, которая у нас образовалась сейчас в связи с тем, что Америка тормозит. Хотя эксперты говорят о том, серьезные военные эксперты, что на 10 выпущенных снарядов российских у нас один в ответ. И это тяжелая история. Это тяжелая история под Авдеевкой во многих других местах. И, конечно же, вопросов очень много. Вопросов очень много, понимаешь, выборы американские. Понимаешь, как Израиль воспринимает это торможение пакета по вооруженной помощи, потому что вы же с нами в одном пакете. Ну, вот это забавная такая история, что я об этом говорил уже давно, что вот эта война, да, ну, вы находитесь в Европе, мы находимся в Африке. Но по какой-то трагикомической тенденции у нас с вами одни и те же друзья и одни и те же враги, казалось. Ну, вот я хочу, чтобы было понятно, что на сегодняшний день за каждый патрон или снаряд, который был предоставлен Израилю в большом количестве нашими американскими друзьями, Израиль заплатил долларами. Бесплатно мы не получили ничего. И, как вы совершенно справедливо заметили, американские политики увязали вот эти два пакета, ваш и наш, в одины, как бы, чтобы они вот таким образом, значит, были предоставлены как некое единое целое, что лишь подтверждает мой тезо о том, что у нас одни и те же враги, одни и те же друзья. Ну, я надеюсь, что все-таки это будет утверждено, и мы получим эту помощь, которая, ну, для нас очень важна, а для вас она просто критична. Вот. Израиль в некотором недоумении, но я не думаю, что тут есть чему удивляться, потому что, еще раз подчеркиваю, я считаю, что это, в принципе, одна война, просто два фронта. Некоторые эксперты серьезно, опять же, говорят, что точечные ликвидации вливаний в Сирии, которые там наблюдали последние месяцы, они, вроде бы, да, принципиально вопросы не решают. Они нужны, неприятны, но они вопрос не решают. А вопрос решает только большая война в взаимоотношениях с этими странами. Согласны ли вы с этим? Безусловно, конечно. Они не призваны решить. Они, скорее, являются таким, как бы, попыткой призвать к порядку, вот так скажем, террористической организации и демонстрации серьезности намерений. Потому что понятно, что каких бы важных людей там Израиль не ликвидировал, но ликвидация нескольких человек даже, пусть это будет руководством, не может решить, там, в целом эту проблему таковую. Уже больше 100 с лишним дней, да, там, я не помню, то есть, 104-106 дней идут войны. Ну, 3,5 месяца, по сути. Да, и за все это время в Ливане поражено меньше тысячи целей. И вот они говорят, что сценарий большой войны предусматривает в первые дни операции поражение до трех тысяч военных целей. Поэтому пока, дескать, не будет такой интенсивности, ничего серьезного происходить не будет. Ну, имеется в виду никаких побед и, так сказать, никто никого не загонит под плинтус. Нет, ну, там намного серьезней вопрос. Сколько бы мы не поражали целей с воздуха, сама по себе бандожка обстрела с воздуха, она не может решить поставленную задачу. Для того, чтобы военным путем решить вопросы безопасности Израиля на севере, тогда придется заходить сухопутным войскам. Это понятно. Есть ли представление точно, какие потери у Хамаса, какие потери у Израиля? Ну, по людям, да? Да, конечно. Если мы не берем, не рассматриваем первый день, когда мы потеряли, ну, порядка 350 военнослужащих, ну, там просто часть людей были убиты спящими, там части были безоружные на базах и тоже были там убиты, сожжены заживо. Поэтому, если мы не рассматриваем первый день, то мы на сегодняшний день, вот как я уже сказал, потеряли 221 человек убитыми. А что касается Хамаса, ну, количество убитых боевиков Хамаса, оно уже превысило 10 тысяч человек. Есть там порядка полутора тысячи пленных. Ну, а количество раненых никто, собственно, определить точно не может там. Ну, вот как раз британская разведка опубликовала отчет, который говорил о том, что Израиль уничтожил примерно 30% личного состава Хамаса. Но если мы говорим о том, что их изначально было 30 тысяч штыков, ну, вот если мы 10 тысяч уничтожили, ну, вот считайте. То есть наша оценка и оценка британцев, она, в принципе, совпала в данном случае. Байдена ставят на создание демилитаризованного палестинского государства. Готов ли к этому Израиль? Готов ли политический эстеблишмент к такой работе? Дело в том, что к этому Израиль, безусловно, не готов. Но это еще полбеды. К этому не готовы самые палестинцы. Потому что те условия, которые Байден подразумевает, они не могут быть приняты палестинским руководством. Я хочу напомнить нашим зрителям, почему палестинское государство не было создано во время процесса ОСЛА. Дело в том, что когда Иуд Барак, последний израильский премьер-министр, который пытался этот процесс предварить в жизнь, поехал в Ким-Дэвид, Сарафак. Это был 2001 год. И он поставил на карту полностью весь свой политический кредит. И он проиграл. Он ушел из политики навсегда после этого. Ну, по границам более-менее договорили. То есть, Израиль отходил плюс-минус границам 1967 года с легкими там коррективами. По Иерусалиму, по большому счету, тоже договорились. Израиль отдавал восточный Иерусалим Палестине. Но не могли договориться по вопросу палестинских беженцев. Потому что Израиль сказал, вот мы вам создаем государство. И беженцы приедут в это государство и получат гражданство государства Палестины. А мы вместе с Саудовской Аравией, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, с Эмиратами мобилизуем достаточное количество денежных средств, чтобы обеспечить этих людей жильем и работой. Логично? Ну, мне кажется, абсолютно логично. На что Арафат ответил, нет. Вот если предки этих людей бежали из Яфу, они вернутся в Яфу. Если они бежали из Хаи, они вернутся в Хаи. Если они бежали из Рамля, они вернутся в Рамля. И Барак ему ответил, вот тогда следующие выборы. И арабское большинство просто приходит к власти. И получается не еврейское и арабское государство, а два арабских государства. На что Арафат ему ответил знаменитую фразу. За мир с нами нужно платить. То есть вот эта вот неготовность... Ну, опять же, вот это вот... Граждан Украины сейчас очень, мне кажется, понятно вот эта тема беженцев. Представьте. Ну, хорошо. Люди бежали. Но, во-первых, их никто отсюда никогда не гнал. Они сами решили просто... Они посчитали, что мы будем с ними делать то, что они делали бы с нами, если победили. То есть резали. Мы-то их резать не собирались. Ну, бог с ним, хорошо. Бежали они отсюда. Разместились в сопредельных арабских странах. Ни одна страна арабская не дала ни одному палестинцу за это время гражданство. Более того, потомки этих людей — это единственный случай в истории, когда получают понятие, ну, статус беженца по наследству. Вот сколько бежало граждан Украины в Европу от войны? Миллионы людей. Из них по наследству никто право беженца не получит. Они либо получат гражданство этих стран, либо вернутся в Украину. Не может быть, что он станет беженцем или она, ну, пожизненно плюс там дети и так далее. Ну да. А с палестинцами не так. Ну, потому что важно, против кого направлены эти действия. Ведь, послушайте, давайте напрямик уже скажем это. Ну, последнее, что интересует просвещенный Запад, последнее, что интересует рабов — это палестинцы. Они их задницу готовы выделить. Они ненавидят нас, евреев-израильтян. И ради ненавистики евреев-израильтянам они готовы разыгрывать карту палестинцев, папуасов, кого угодно. Ну, вот тут интересно, как будет дальше. Ну, вы же знаете, на прошлой неделе там некоторые представители Белого дома заявляли, что Нетаньягу выкормил сам Хамас, потому что давал деньги и так далее. Мы видим, как… Это отчасти верно, кстати. Это отчасти верно, да. Ну, мы же знаем, да. Мы с вами даже обсуждали эту, так сказать, политику миротворения агрессора, которая оказалась очень ошибочной. Я помню, когда все началось, 7-го числа. Я на следующий день там со своим знакомым, очень хорошим знакомым, экспертом, который живет в Израиле, он говорит мне, да им дать деньги, и они сейчас успокоятся. Им сейчас дадут денег, и все будет хорошо. Вот это заблуждение, этот миф очень же долго держался. Я думаю, что Нетаньягу думал точно так же. Но сейчас в прайме республика побеждает Трамп, мы видим, да, во многих штатах. Теоретически представьтесь, если Трамп придет к власти, как может измениться взаимоотношение Америки и Израиля? Вы знаете, я не специалист по американской внутренней политике. Ну, я вам хочу сказать, что Трамп, он абсолютно мало... Ну, он, скажем так, он малопредсказуемый политик, потому что он не системный политик. Ну, с одной стороны, он для Израиля сделал в свое время довольно много, а с другой стороны, у него теперь есть личный конфликт с Нетаньяо, давайте тоже об этом не будем забывать. Хотя у кого с Нетаньяо нет конфликта, да, он... В общем, у меня тоже конфликт с Нетаньяо, но... Вот, поэтому я не знаю, насколько он будет хороший или нехороший. Это никто сегодня на этот ответ не может дать на этот вопрос ответ. Точно так же, как и по отношению к Украине. Я думаю, что все эти обвинения Трампа или надежды, которые возлагаются на Трампа, они и те, и другие, они лишены какого-то фундамента фактологического... Трампа, это же предвыборные все разговоры, во что они воплотятся... Никто не знает, что он будет делать, потому что он политик не системный. Но я это говорю не для того, чтобы его там как-то, ну, обесценить. Я просто говорю, что я, ну, недостаточно вот разбираюсь... Здесь трудно анализировать, я с вами согласна. Ну, и сегодня, может быть, финальный наш разговор хотел вот что спросить. Опять Блумберг, Блумберг, повторно. Они пишут о том, и это уже как бы второе предложение Путин, повторно предлагает США обсудить меры безопасности для Киева. Это пока такие как бы негласные переговоры, закулисные, как говорит Блумберг. Его условия таковы, он не против рассмотреть отказ от требований нейтрального статуса для Украины, даже как бы может якобы согласиться, но только при одном условии, что все территории, которые оккупированы ими на эту минуту... Короче, нужно признание контроля Кремля над территориями, которые они оккупировали с 2014 года, что составляет примерно 18% территории Украины. Как вы думаете, почему он опять... Ну, ведь они же там типа немного продвигаются. У них ВПК налажен и прочее, прочее. И они говорят, что там победные реляции все время там провозглашают и прочее. Почему они опять забудут об этом разговор? Путину нужна победа и торжество перед выборами или по какой-то другой причине? Ну, во-первых, выборы. Во-вторых, они понимают прекрасно, что они предоставляют некие условия, которые киевская страна не может принять. А в-третьих, смотрите, они сохраняют политическую инициативу у себя. Чего нельзя сказать про вас. Вы постоянно теряете политическую инициативу. Вы постоянно плететесь в хвосте у ваших врагов. Было несколько попыток ее перехватить, они были не очень успешные. Пока политически они вас переигрывают в целом. Именно как комплекс мер, направленных на обеспечение внешнеполистической повестки государства. Пока они вас переигрывают. Хотя в начале войны ваш президент развил невероятно продуктивную деятельность. И, может быть, другой бы человек не смог бы добиться таких вот результатов, как шоумен прежде всего. Я сейчас говорю в хорошем смысле этого слова. Это нужно было. Большинство людей на Западе, поверьте, не очень понимают, где Украина находится. Так уж там, в общем, уровень общего образования, особенно в США, не очень высокий. Сегодня, кстати говоря, у него день рождения, 46 лет. И, безусловно... Мои поздравления. Да, и очень многие сегодня его поздравляли в социальных сетях. Украинцы, конечно, представят... Я думаю, что лет 5-7 назад он даже представить себе не мог, какой страшной тяжести будет у него судьба. Это, конечно, удивительно. Достойно вообще романов больших и фильмов. Большое спасибо, Григорий. Ну, пока не закончится война в Израиле, буду говорить одно и тоже. Я желаю вам победы, так же, как и победы с вас. Взаимно, взаимно, взаимно. Спасибо большое. До встречи. До свидания. Всего хорошего. До свидания.